Здравствуйте. Привет. Я хотела поговорить с вами о разных трендах и контр-трендах. Так вот, когда моя мама работала в России, ну и, наверное, во всём мире, когда искусство было намного более изобразительное и академическое, то тренды были, что не каждый это может, что надо очень много учиться, и много-много людей имеют какой-то травматический опыт с детства, когда им говорили, что они делают не так, и их там били линейками, и не знаю. Короче, которые выросли с такой идеей, что что-то нарисовать — это нужно быть художником или нужно уметь, а тот, кто не умеет, уже не сумеет. Потом за этим пошёл тренд наоборот, очень свободный. Например, начались разные каракули, искание в каракулях изображений, то есть какие-то, скажем, упражнения и действия, которые не требуют особенного сосредотачивания или, скажем, совсем другой вид деятельности, где, скажем, даже слово «академическое» — это как будто выругательство. В том смысле, что настолько как-то люди от этого, наверное, обожглись, от этой академичности, что всё стало наоборот. Но этот тренд тоже уже поднадоел. В том смысле, что он порождает очень слабые силы воли, что ли, в работе над чем-то. То есть руки сразу же опускаются, когда надо что-то сделать, что ты хочешь, но это занимает слишком много объёма труда сразу же. И переходим к следующему тренду какому-то, что можно сделать, чтобы вообще не работать. Сделать что-то, что-то быстро и не работать, и типа оп, клик. И не хватает какой-то целостности, какой-то добросовестности, не боюсь этого слова. Это очень хорошее слово. Как будто бы она изжила немножко из мира. Мне кажется, что как контртренд для этого можно предложить, например, рисование, лепку, но не академически, но всё равно, где всё-таки мы работаем с натурой, и где всё-таки мы прилагаем усилия, и где всё-таки мы работаем. Работаем, мы натыкаемся на сложности, и мы с ними боремся, и мы их переходим, и мы сосредотачиваемся, и мы на это тратим время. Время, которое, между прочим, растягивается очень-очень медитативно, но при этом как будто бы пролетает очень быстро. И рисунок с натурой, и лепка с натурой, и как бы работа с натурой, и с настоящей, с предметами, с природой, оно даёт нам что-то целостное. И мы таки добиваемся там результата. Я не боюсь сказать это слово. Там очень важный процесс, и процесс бесконечный. Но это мы понимаем, когда мы начинаем, когда мы переходим один этап, второй этап. То есть с самого начала это непонятно. Вот, процесс идёт, и никто его не, так сказать, никто его не отбирает. И есть ещё и результат. Каждый раз это маленький результат. И опять процесс, и опять результат, и опять процесс. И мне кажется, что не надо бояться и говорить, что сделать что-то хорошее, дуэр, качественное, красивое – это что-то плохое. Потому что есть такое ощущение, что это уже какое-то ругательство. А мне кажется, что этому имеет место быть. Создать, как бы воссоздать в наших картинах, в наших работах гармонию, которая есть в природе. Композицию хорошую. Сделать что-то, что нам нравится. Это совсем неплохо. Поэтому очень-очень советую рисовать с натуры и работать с натурой, которая нам очень много всего расскажет. И покажет. Спасибо. И пока. Увидимся на планере. Увидимся на планете. Увидимся на планете. Увидимся на планете. Увидимся на планете.